И снова всем welcome, это снова я. На этот раз речь у нас пойдет про шинкансен. О том, как же все-таки добираться на шинкансене до другого города в Японии. Шинкансен, напомню, это скоростные поезда, которые ходят очень быстро. Вот вы можете видеть, здесь находится расписание. И тут можно посмотреть, когда, какой поезд идет. То есть билеты покупаются снаружи, там есть кассы. Подходите к кассе, говорите, откуда и куда вам надо. Соответственно, приобретаете билеты. И с этим билетом вы проходите вот через такие вот турникеты. Здесь по билетикам. Билеты выглядят примерно вот таким вот образом. То есть есть несколько билетов. То есть вот данный билет идет общий. То есть он в пределах Токио. И вот здесь указана станция назначения. Я, например, еду в Цуругу. Значит, данный билет нужно использовать каждый раз, когда вы проходите через турникет, добираясь до станции отправления. Станция отправления это Шинагава или Шин-Йокохама. И в Токио, в принципе, еще в станции Токио есть отправление. Но там зависит от того, какой, смотри какой этот поезд у вас. Значит, сейчас я вам покажу, как по расписанию определить, какой из вас и какой из поездов ваш. Вначале идет, вот по цветам разделяется. Это идет название поезда и его номер. То есть название поезда и его номер вы можете посмотреть вот здесь вот. Вот, видите? Внизу, например, у меня написано это Хикари 531. Вот, пожалуйста, вы подходите. Здесь вот видно вот от Хикари 531 в 752. Он прибывает. Конечно, у него с Шиносака. Соответственно, ну, мне не надо до Шиносака ехать. Здесь вот указано, от какой станции до какой станции я могу доехать по этому билету. Но, например, я могу использовать этот билет и не только от Шинагавы, как здесь написано. А я могу использовать его, например, на Шиньекокаме. Я зашел вот с ним на Шиньекокаме и все нормально. То есть, так как Шинагава находится дальше, чем Шиньекокама. Соответственно, вот с этим билетом вы едете до станции, вот которая здесь у вас указана. После вы берете, значит, следующий билет. Там обычно около трех билетов вам дается. Значит, со следующим билетом у вас указано, вот от какой станции до какой станции. То есть, вы можете доехать по этому билету. Соответственно, этот билет вы используете на выходе из Шинкансена. Когда вот вы вышли из поезда, идете, пересаживаетесь на другой экспресс. И используйте его там. Ну, а сейчас мы пойдем на трек. Я покажу, где садиться на эти поезда. И как выбрать, как найти свое место там. Ну, например, да, вот сюда вот мы пойдем. Соответственно, вы смотрите направление, да, куда вам нужно доехать. Направление вот. Здесь вот, например, Шиносака, да. Шиносака. И написано эти номера вагонов. Car number, вот. Номера вагонов. То есть, мы идем наш, значит, сюда вот. Напомню, что если есть два типа этих мест в вагонах. Первое, значит, это свободная посадка. То есть, это места, где они не зарезервированы. То есть, вы можете сесть на любое место в этом вагоне. Такие билеты стоят дешевле. И есть билеты, которые стоят чуть подороже. Они идут с резервированными местами на определенный вагон. На определенное место вы только можете сесть в нем. В чем плюс резервированных мест? То, что вы всегда можете сесть на место и без проблем. Но если у вас, если поезд идет, например, полупустой, да. Например, вы знаете, что там полупустой поезд будет ходить. То лучше сесть, ну, взять точнее места в свободном вагоне. Они дешевле и выйдет вам удобнее. Ну вот, соответственно, как посмотреть, какое у вас место? Сейчас я вам покажу. Берем, опять же, билет. Вот, берем билет. Вот здесь вот написано, вот снизу. Значит, двенадцатый вагон. Вот мы смотрим вниз. Находим вот свой вагон. Вот двенадцатый здесь написано, да. Четырнадцатый ряд. Место Е. Вот здесь вот прямо написано. Некурящий. Соответственно, вот мы приходим. Вот двенадцатый вагон. Встаете вот в такую вот линию. И ожидаете, когда поезд подъедет. Соответственно, то мы туда зайдем на свое место. Так вот, те, которые билеты без мест, да, они выглядят вот таким образом. Вот таким образом выглядят билеты. Это в свободные места. Там занимайте любое свободное место. Садитесь и едете. Если мест нет свободных, то уж извините, будете стоять. Вот. И на Шинкан-сене, если вам ехать далеко, то лучше взять резервированное место. Тогда вам не придется стоять два-три часа на скорости 300 км в час. Это не очень приятно, я вам так скажу. Я уже ездил пару раз на горнолыжку со сноубордом. На таких местах, на свободных. И они всегда забиты до отказа. Там сесть невозможно практически. Но на обратном пути более-менее еще можно сесть. Так вот, сейчас поезд подъедет. Раз посмотрим. Поезд едет достаточно быстро. Иногда укачивает. И если у вас плохой вестибулярный аппарат и, скажем так, неровная дорога, он постоянно под наклоном его наклоняет, то есть на скорости, чтобы он с рельс не слетел. И если у вас плохой вестибулярный аппарат, то я вам не советую читать там или что-то такое делать, как бы, ну, или смотреть. Можно посмотреть какой-нибудь фильм, но обычно люди стараются спать в них. Ну, вечером если. В шинкан-соек. Вот он подъезжает, видно. Это вот наш поезд. Тут стоит оператор, который проверяет безопасность, значит, вагонов, чтобы люди всадились нормально, все нормально, чтобы... Вот как мы можем видеть, здесь два вагона сразу, вот и 12-13 можете сесть. Сейчас он остановится и как раз удобно. Вот на вагонах прям написано, можете видеть, вот зеленым, но это сейчас не первым, вон, видно было, резерве, то есть это зарезервированные места. Те, которые свободны, там будет написано, что not reserved, то есть свободные места. Так, ну все, пойдем внутрь. Так, заходим. Итак, вот идем. Вот номера этих рядов. И вот наш ряд. 14, вот у меня вместо E этого окна. То есть, соответственно, вот сюда вот мы приземляемся. Как можете видеть, мам, очень много мест. В незарезервированном вагоне столько же мест, поэтому, если вы приехали в таком вагон, но пришли в такой вагон и все места заняты, то вам придется стоять в проходе. Ну, чуть попозже будет у нас эта небольшая прогулка по поезду. Сейчас как-то там люди усядутся. И можно будет пройтись, поснимать уже в самом поезде. Так, значит, вот поезд начал разгоняться. Можем видеть, уже скорость нехилая. Но он будет еще быстрее ехать, поэтому как бы... Ладно, пойдем глянем, что тут в поезде. Туалеты находятся вот впереди там. Двери автоматические. Нажимать ничего не надо. Здесь есть телефон. Если вам нужно куда-то позвонить в город, можете сделать отсюда, не имея даже с собой сотового телефона. Но нужна карточка для звонка. Тут находится мусорка. Для разного мусора. Для банок, бутылок и для обычного мусора. Туалеты. Вот это обычный туалет. Который... Ну, просто сходить в туалет, например, да? Для обычных людей. Маленький умывальник, туалет. Все. Как бы вот бумага. Смывать. Смывать там вот этот сам... Бесконтактная смывка вот на эту сенсор. Также есть рукомойник. Рукомойник здесь вот с мылом. И два туалета для инвалидов. То есть вот один туалет для инвалидов. Вот открывается он вот по нажатию на кнопку. Для колясочников, для вот... С ограниченными возможностями людям. Вот здесь очень будет удобно сходить в туалет. Поэтому... Закрывается вот тоже так. Ну и с другой стороны точно такой же. Соответственно, тоже мусорка. Это уже идет другой вагон. Там 11 вагон. Все. Вот здесь. Мы в туннеле в каком-то сейчас вот едем. Скорость, как вы можете видеть, достаточно быстрая. Большая. Да, и... Вот, видно, да? Как проносятся дома. Вот про что и речь. И... Немного трясет. Немного. И шатает. Когда особенно на скорости он начинает поворачивать. Там где-нибудь в поворот входит. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня сказать. Прошен консен. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. С вами был Дэн. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч.